Пять знаков зодиака При встрече Козерог рассказывает, как он легко справился со сложной ситуацией и в результате получил много бонусов. Собеседник рядом с таким энергичным человеком чувствует себя неуютно, ведь ему не приходится постоянно сталкиваться с проблемами и трудностями. Козероги рассказывают это настолько ярко, что окружающие теряют энергию, сопереживая им. Рыбы. Представители этого знака иногда ведут себя пассивно и медлительно. Такое состояние передается и окружающим. Собеседник вскоре понимает, что большая часть сказанного рыбами – несбыточные мечты и планы, поэтому разговор заходит в тупик. Такой изматывающий диалог происходит, когда представители знака пребывают в ужасном настроении, что и передается окружающим. Водолей. Неуемная энергия и активность присущи всем сферам жизни водолеев, и их также интересует все, что касается друзей и близких. Водолеи многое знают и хотят участвовать практически во всем. В результате, растратив свою энергию, они пытаются получить ее при общении с окружающими. Водолеям в это время нужен полноценный отдых, чтобы не провоцировать ссоры и не заражать других негативом. Скорпион. Общение с представителем этого знака забирает массу сил, потому что они часто настроены подозрительно и недружелюбно. Скорпионы пронзают незнакомцев своим взглядом и задают коварные вопросы. Такое общение серьезно выматывает собеседника, ведь ему приходится размышлять над каждой фразой. Близнецы. Зодиакальные представители умеют вести сразу несколько разных разговоров, перестакивая с одной темы на другую. Собеседникам трудно получать такой объем информации за короткий период времени. Они ощущают себя полностью опустошенными после общения с близнецами. В чем сила знака весы? Конечно же в красоте, ведь она спасет мир, скажут весы и будут правы. Весы ценят все красивое и стремятся к совершенству. Любое дело, за которое они возьмутся, будет сделано идеально. Но у весов много других секретов, и их сила не только в красоте. И сегодня воздушные ребята решили поделиться своими тайнами. Четкое планирование. Да уж, весы и шагу не сделают без плана. У них все по полочкам, все взвешено и продумано. Поэтому весы почти никогда не допускают ошибок, ведь ошибки у дел слабых. А еще питомцы Венеры всегда побеждают. Там, где другие прутся на пролом, они ищут идеальные пути обхода и добиваются цели, спокойно вышагивая по удобной тропинке. Коммуникабельность. Весы найдут общий язык с кем угодно. А полезные связи бывают важнее денег и удачного стечения обстоятельств. Окружающие люди думают, что помогают весам по собственной инициативе. А воздушные создания не спешат никого разубеждать. Раз уж они родились под покровительством планеты любви, так почему бы ими не воспользоваться своим обаянием в корыстных целях? Чувство золотой середины. Весы всегда чувствуют меру и знают, когда нужно остановиться. Они рискуют, но осторожничают. Ввязываются в авантюры, но вовремя подстилают себе соломку. Именно поэтому среди весов так мало неудачников. Какие неудачи? О чем вы? Все подсчитано и продумано заранее, а возле золотой середины уже стоит сундук с наградами и ждет своих героев, конечно же весов. Адаптация. Весы могут адаптироваться к чему угодно, будь ты человек или обстоятельства. Нет, это не слепое приспособленчество. Они не станут терпеть вокруг себя грязь и хаос, а просто возьмут тряпку, избавятся от всего ненужного и наведут идеальный порядок. К тому же, даже в непростой ситуации, рядом с весами всегда отыщется человек, с которым можно пококетничать и привлечь на свою сторону. Признайтесь, вы уже захотели помочь весам? Их сила в слабости. Так тоже бывает. Весы способны справиться с любой проблемой, но не спешите называть их везунчиками. Они сильны духом, и там, где не помогают мускулы, справится интеллект. А удача – дело десятое. Друзья, право верить звездам или нет, оставляем за вами. А мы вынуждены попрощаться, чтобы продолжить поиски увлекательных тем, которыми впоследствии сможем поделиться с вами. Хорошего дня и до новых встреч!